Ой, мне вчера одна такой концерт на контрольной закатила. Говорит, отпустите меня, мне плохо, у меня голова болит. Но я-то знаю, что им всем вечно плохо перед контрольной. Ну да, это их вечная песня. Любят они симулировать. Вот, и я о том же. Никуда я её не отпустила, заставила контрольную писать. Но и она, судя по всему, не готова оказалась. Такой билиберды мне понаписала. Вот, и отпрашивалась. Вот так и бывает. Кто-то сидит, терпит боли и пишет, жертвуя собой. А кто-то симулирует. И кто ж это у нас такой терпеливый? Как? А ты не знаешь? У Легина из восьмого А. Она вчера сознание прямо на пороге школы потеряла. Как выходила? При анимации лежит. В ком упала. Говорят, не выживай. Как сознание потеряла? В смысле в коме? Что с ней? Нингит. Это ты представляешь, как у неё голова болела. А она ведь никому не сказала. Сидела и писала эту контрольную. Кстати, тоже ведь на твоём уроке. Слыхали? Маринка наша из позапрошлого года выпуска блогером стала. Снимает какие-то там видосики. А зарабатывает миллионы. Да, а у неё ума на больше не хватило. Вы же помните, какой она была? Да. Зато в сторисах такую роскошную жизнь показывает. Дома на себе отстроила. На Мальдивах отдыхает. Её внук показал. Я в таком шоке была. А наш Петечка медалист. На учёбе пахивает. Не ест, не спит ребёнок. В медиа учится. Вот почему тем, кто учиться совсем не хотел, так везёт. А отличники загибаются. Детки ведь старались, не ленились. А ты что, думаешь, что это надолго? Она же деньгами распоряжаться не умеет. И популярность её быстро пройдёт. Ой, коллеги. Мы бы лучше порадовались бы за девочку. Что даже двоечница в жизни устроиться смогла. Между прочим, по ней всегда было видно, что личность она творческая. Вот она в творчество и подалась. Ну, конечно. Давайте мы сейчас на линейку выйдем и объявим. Детишки, можете не учиться. Блогерам образование не нужно. Подавайтесь в творчество. Но в самом деле, Людмила Ивановна, не говорите ерунды. А что? Им можно только говорить, что они ЕГЭ не сдадут и дворниками станут? Это мотивация вообще-то. Вот-вот. Жаль, только от такой мотивации жить не всегда хочется. Ой, я не могу. Какие же у нас таланты в школе пропадают. Прямо Едис отдыхает. Но и кто же у нас сегодня отличился? Да, Алина Воробьёва. Каждый день опаздывает. При том учёте, что ближе всех живёт. Но я её и получила. Двойку ей журнал поставила за регулярные опоздания. И заставила стоять её весь урок в дверях. А она что? А она слёзы пустила. Я убежала. Но я ей ещё одну дворку поставила. За то, что она без спроса ушла с урока. Ну, может у неё какие-то проблемы? Я тебя умоляю. Но какие у них могут быть проблемы в этом возрасте? По-любому до часа ночи в телефонах сидят. А потом с утра спят до последнего. Ну да. А ещё уроки не учат. И говорят, что у них депрессия. Лень там, а не депрессия. Вот скажи мне, откуда у ребёнка может быть депрессия? Вы нахватались гадости в своём док-токе. А теперь умничают, ходят. Коллеги, прошу прощения, что вмешиваюсь. Но Алина, это случайно не из шестого А девочка? Да, да, да. Она. Что она вам? Тоже нервишки потрепала? Да нет. У них просто месяц назад отец попал в аварию. Боролся за жизнь. Они с матерью с утра до ночи пропадали в больнице. Девочка прямо там и уроки делала, и спала, и в школу шла оттуда. А вчера он умер. Надо же, какая сильная девочка. Она ещё и в школу пришла. Умер? Вот, коллеги, полюбуйтесь, что я у Ломагины сегодня отобрала. Что там? Телефон? Да. Вы представляете, хватило же наглости сидеть на первой парте у меня под носом, и весь урок дыркает. Я взяла у неё телефон, отобрала, а её с урока выгнала. А она что? Ну, она пыталась мне что-то промямлить, какую-то причину придумать, но я её даже слушать не стала. Хватит с меня этого неуважения с их стороны. И что она? Домой пошла? Ну да. Собрала вещички и ушла. Я теперь этот телефон только её матери лично в руки выдам. Ещё пару словечек скажу по поводу её воспитания. Её матери сегодня утром не стало. А девочка не вернулась со школы домой. Её сейчас все волонтёры ищут. Из полиции приходили, допрашивали тут всех. Мы сказали, что вы на уроке, но они сказали, что всё равно вернутся вас допросить. Как? Вот так. Я правда не понимаю, как можно было ребёнка не просто отпустить, но ещё и выгнать в таком состоянии. Вот куда она могла пойти? Ну вы подождите, так не судите! Откуда ж я могла это знать? Вы же сами только что сказали, что ребёнку даже объясниться не дали. Вот вам и итог. А в телефоне она сидела. Скорее всего потому, что отец ещё с утра смс-ку отправил, что матери не стало.